Константин Табакаев студент 4 курса Бейского медицинского колледжа. С ним мы уже встречались в апреле в ковидном госпитале. Парень в самый разгар пандемии вызвался на помощь. Решение принял молниеносно. Родственники и друзья поддержали. Я помогал медсестрам, среднему медперсоналу. Поэтому инъекции, фармакотерапии, то есть многое узнал, многое понял, многому научился. Общался с интересными и, главное, профессионально подкованными людьми. В ковидном госпитале Костя провел 4 месяца. Получил колоссальный опыт. Остался бы еще, но нужно было выходить на учебу. Впереди итоговая аттестация и защита диплома. А после в армию по контракту. Для себя уже решил, он будет военным медиком. И отступать не намерен. В своей группе Константин не единственный, кто отправился на передовую. Евгений Терышкин тоже несколько месяцев отработал в красной зоне ковидного госпиталя. Друзья отговаривали, в общем, зачем тебе это нужно, что такой риск, что еще даже неизвестно, что за болезнь. Что может быть, какие последствия. Но все равно, несмотря на это, пошел. Пошел и нисколько об этом не пожалел. В общей сложности практику в экстремальных условиях прошли порядка 30 студентов Бийского медколледжа. Но те студенты, которые пришли оттуда, они, конечно, повзрослели. И отношения к жизни, даже отношения друг с другом в группах, у них абсолютно другие. Это сформировавшиеся личности. Они знают цену жизни человеческой. Это настоящие медицинские работники будут. Во время работы в ковидном госпитале никто из студентов не заразился коронавирусом. Возможно, потому что правильно использовали индивидуальные средства защиты. Уже доказано, это надежный барьер для инфекции. Сегодня медицинский колледж Бийска от фонда депутата Государственной Думы Александра Прокопьева получил больше трех тысяч флаконов с антисептиком для преподавателей и студентов. Всего же будет роздано больше тридцати двух тысяч флаконов. Антисептические растворы получат десять колледжей и два вуза. Это необходимо, потому что мы обрабатываем руки от вируса. Это очень важно. Евгений Камбалин только начал учиться. Он первокурсник. Индивидуальные средства защиты позволяют ему и другим студентам продолжать обучение, несмотря на пандемию, и помогать людям. Евгений Плохотин, Сергей Кулыгин. День с толком.